всем привет сегодня разобрал свою бочку понпос у меня 5 литровка вощеная аж залитая воском делал вощи уса отработала год немножко подустала сейчас ее вскрыл видео отдельного не будет хочу просто показать вот смотрите как будто песок на поверхности обручи с внутренней стороны такие вот подуставший бочка внутри блин плохо видно тоже также покрыта вот видите по эту поверху как будто песком но обжиг заявляли средний да он средний год отработала скрыл по той причине что так у меня заливное отверстие в одном из видео я показывал вот видите вот эта чернота которая вот здесь вот капала вот если поглядеть тряпочка она нашли пнет вот видите снизу то же самое уже не сейчас погромче давай попробуем короче вот эта чернота это клепка у бочки очень тонкая у бомбосовских и получается что дистиллятка находящийся внутри он ее пропитывает полностью то есть блин я даже не знаю есть ли смысл ее сейчас делать переобжиг как я запланировал думаю переобожгу и еще годик она у меня поработает думаю что сейчас я почищу помою от этого песка вот это вот видите вот гадости и наверное соберу ее по новой и буду использовать уже просто как красивую декоративную бутылку поставлю нержавеющий краник сюда ну и для гостей думаю что прикольно будет ставить на стол а так в общем еще раз убеждаю что с бонпостом связываться не стоит клепка тонкая сейчас попробую почищу потом попозже еще раз включусь и покажу что получилось вот так вот на свет вот видите белые вкрапления вот как песок вот так вот отлично видно да какие огурцы жень ты о чем их там она пятилитровая пишут небольшая бочечка итак эпопея с бочкой продолжение я уже ее разобрал собрал посмотрите разница здесь и это не снимался наверное почти сантиметр вот они костыли гвозди вбитые в этой бочке и вот я ее собрал осадил и получилось вот старая дырочка где был гвоздик вот я ее насколько осадил больше здесь также я осадил верха больше но при сборе расскажу так если надумаете сами разбирать бочки запомните этот обруч ни в коем разе не снимайте до конца вот до этих пор его осаживаете вытаскиваете утор делаете обжиг там что-либо обруч не снимаете я лоханулся зная это все я снял его то есть она раскрылась у меня цветочком вот здесь обруч пришлось натягивать с помощью лебедки такой-то матери в общем муторно лишние телодвижения стянуло делал обруч челябинская область убрал большой далее после того как я этот обруч осадил установил утор возникла следующая проблема установки головного обруча шейный уже стоял на месте головной ставлю здесь забиваю здесь соскакивает конечно большое спасибо виталию воробьеву мы с ним созвонились он не по этой проблеме проконсультировал бочка вощеная пришлось ножиком убирать вощение полностью и обычным мелом вот это дело все намазывать собруча тоже изнутри воск соскоблил наждачкой вычистил также мелом намазываешь и получается что она уже идет по сухому не скользит стала на ура как родная бочку я обжег поглядел внутри показал вам конечно когда начал обжигать запахи ароматы обалденные решил что эта бочка мне еще послужит в дальнейшем я ее провощу по новой всю немножечко вымочу с мою там весь нагар который там у меня остался после обжига ну продолжение бочки вчера рассказывал сегодня принял решение все-таки ну по-честному вчера засал до обжигать ее до конца потому что она раскрылась по быстренькому обручи одел сегодня скрыл с другой стороны бочку тоже было принято решение дальше осадить обручи но в этот раз я уже не стал убирать шейный обруч бочка вот немножечко попыталась поползти но уже ей деваться некуда так вот я ее обжег уже пока дома жены нету видите вот такой вот срач происходит бочка вощеная с нее воск течет так что рекомендую без второй половинки все это делать иначе иначе можно огрести так в общем вот я ее вот так вот опалил здесь убрал воск но все равно вот немножко еще выступил тоже сейчас буду счищать насаживать обручи вот так вот вот так вот вот этот все я бочку уже собрал и вот этот лайфхак вряд ли вам кто подскажет заливаем кипятком а кипяток нам даст то что клепки расширятся и не будет никакой течи сейчас вылью чайник залью еще один ставить и сейчас одну секунду расскажу еще один приколю одну приколюху которую увидел с этой бочкой так так смотрите суть следующим расстояние здесь и и расстояние здесь и для общего вида вот так вот сперва подумал что за фигня вот они гвозди были гвозди на одинаковом расстоянии кстати стоят для магазиновой статизма у меня в комнате принеси пожалуйста в общем замерил рулеткой у торы и и у меня получилось следующее заливной стороны заливной стороны у меня 203 миллиметра а здесь я 210 так как обруч стоял близко так нет наоборот наоборот расстояние здесь я осадил дальше его тут то есть меньше здесь 201 203 здесь 210 здесь его сильнее садил теперь даже щелочек толком то и не видно никаких нигде все очень плотно вот залил кипяточек нигде никак ни капельки ничего не просочилась и сейчас с кипячу еще один чайничек залью пускай она стоит разбухает так что любые новые бочки кстати это мне подсказал бондарь опять же возвращаясь к италию воробьеву ему еще раз респект уважуха он же и посоветовал что но посоветовал на 10-15 минут залить крутым кипятком чтобы она именно распарилась любая бочка новая заливаете кипятком сперва клепки расширяются потом заливаете сразу же холодной водой и начинаете вымачивать течь не будет никогда не надо постоянно горячую воду водой как он он же мне рассказывал что есть фанатики которые чуть ли не кипятильники в бочку опускают на постоянной основе греют это не надо делать как то так прошло небольшое количество времени вот я сливаю этот кипяток он еще парит бочка горячая вот такого цвета водичка так что сейчас буду заливать холодную воду и ее вымачивать этот лишний вот этот желтизны но я думаю что дня за два она сойдет может больше но посмотрим вот идет присутствие вот это вот мусора тоже как показатель сильного обжига сейчас она у меня сильного обжига бочка как и обжигал видели что скажу после залива после залива вот на этих вот местах вот причем не на соединениях клепки а именно посредине клепок в некоторых местах бочка вспотела вот даже вот еще видно не видно не видно не видно на его вот вспотевшая она вот не знаю как показать именно с потер вот вот эти места вспотели у клепки но она не течет нигде ничего в общем протеков не было именно только то что вспотела но вспотела это не страшно сейчас вымочится холодной водичкой и будет все так сейчас и что вы поможете либо взрывай взрывай hue раз Продолжение следует...